КОНЕЦ Коллеги, все знаете, что сейчас телеком-операторы достаточно сильно драйвово идут в финтех, потому что они содержат в себе бигдату. И вот хотел представить Акрама Наджимова, который 14 лет работает в компании YouSell. Руководитель по продажам и обслуживанию бизнес-сегмента. Акрама, я вам слово. Салам алейкум. Рад приветствовать вас, участникам данного форума, от лица компании YouSell и от своего лица в том числе. Хотел бы вкратце перед началом презентации рассказать немножко о YouSell. На данный момент мы являемся лидерами компаний среди сотовых операторов в Узбекистане с более 9 миллионами абонентской базы. Хотел бы отметить, что ежегодно мы увеличим свою базу более чем на миллион абонентов. При этом в течение 2022 года, 2023 года мы инвестировали более 250 миллионов долларов для развития сети базовой станции. Естественно, для того, чтобы поддерживать качественную связь и улучшать наши сервисы. Кроме того, также мы за эти годы увеличили и улучшили модернизированные более 3000 наших базовых станций, которые существуют у нас, для улучшения сети и так далее. Мы понимаем, что рынок на данный момент недостаточно только голоса или только интернета. При этом мы понимаем, что для бизнеса мы должны предоставить новые услуги, новые продукты для развития, для улучшения и развития выручки у наших партнеров и клиентов. Одной из таких услуг у нас является Scoring. Она основана на базе больших данных, на анализы. Мы понимаем, что рынок сейчас идет к тому, что без больших данных мы никуда не идем. Мы не сможем развиваться. Мы не сможем видеть, куда идти нам. И поэтому мы презентуем наши услуги, это Scoring или Дегенерация, которых сейчас я вкратце постараюсь рассказать обычными словами. Если понадобится что-нибудь вам детально узнать, у нас есть стенд внизу, может подойти, наш специалист вам подробно все объяснет. Развитие сервиса, основанное на анализе больших данных, позволяет улучшать и упрощать бизнес-процессы наших клиентов. При этом увеличивает выручку от этих компаний. Именно поэтому компания USL внедряет и расширяет свои продукты, связанные с Big Data. Поэтому хотел бы вам рассказать небольшое, начиная от Scoring. У нас Scoring помогает банкам, микрокредитным организациям, ритейлерам, для того, чтобы улучшить и понять, насколько можем мы сократить возможности рисков для получения кредитов или всяких там рассрочек. При этом мы открываем новый сегмент, о котором многие банки или кредитные организации раньше не смотрели, потому что были очень рискованно. То есть тех заявителей, у которых нет постоянного места работы или зарплаты, скажем так, или бескредитные истории. То есть у нас есть возможность их проскорить и посмотреть. При этом мы также экономим и сокращаем потери у наших по возысканию за счет нашего портфеля. При этом, за счет использования нашего Scoring, интернет-партнер получает улучшенный маржинализм до 2% от объема выдачи, которые они производили. Как это вообще работает, чтобы было понятно? То есть кредитный заявитель обращается в банк или в кредитную организацию, и они предоставляют нам номера заявителей. Мы на основании номеров этих заявителей машинно обучаемый наш алгоритм вычисляет. То есть вы спросите, на каких признаках они вычисляют. Возможности этих признаков в данный момент у сотового оператора более 10 тысяч. То есть более 10 тысяч признаков мы можем просмотреть, насколько можно доверять этому абоненту. Обычные, самые простые из тех признаков, чтобы вам было понятно, это абонентский номер, как долго он работает, насколько он в хорошем тарифе, то есть как хорошо платит, или круг общения этих абонентов, или даже, скажем, используют ли они какие-то финансовые приложения. То есть те следы, которые есть в телекоммуникации, мы все эти просматриваем, и есть возможность дать хороший портфель, которому можно увидеть, насколько можно доверять или одобрить данные кредиты или рассрочки. В простом примере могу рассказать. Отсечка, если мы принимаем какую-то базу от клиентов, то есть от банка или микрокредитной организации, если мы отсечем 10%, поток позволяет снизить невозвратных денег на 37%. То есть это большой показатель, показатель, который помогает сэкономить нашим партнерам, а также сэкономить на том, чтобы уделять много времени для возврата. Наш скоринг платформа является взятой из Российской Федерации, одних из лидеров мобильных операторов. Наш скоринг именно используют Российские Федерации такие банки, как Сбербанк, Газпром, более 18 банков из топ-20 Российской Федерации. У нас в данный момент в Узбекистане тоже есть партнеры, это более 7 крупных банков, микрокредитные организации, которые используют наш скоринг и ежемесячно отправляют нам более 500 тысяч заявок. И, как мы видим, у них увеличился процесс работы, улучшился и выручка увеличена. Вкратце, чтобы было понятно, какие функции или уникальные способности на рынке есть у нас, у которых нет других операторов. Наша платформа дает возможность проскорить не только абонентов YouSell, но и всех сотовых операторов, то это другие, тоже других операторов-абонентов. Кроме того, мы кастомизируем наши услуги именно под тот продукт банка или микрокредитной организации, чтобы наша обучаемая система изучила и выдала более конкретные, правильные модели. Кроме того, как я сказал, это дает возможность нового сегмента без официального подтверждения дохода или без истории кредитной. Также мы предлагаем для наших партнеров, кто хочет с нами поработать, бесплатные тесты. То есть это ретро-тесты на основании тех данных, которые уже существуют у вас. Если вы в течение каких-то лет, уже в течение года предоставляли кредиты, давали рассрочку своим клиентам, у нас есть возможность на основании этих же ваших данных сделать вам бесплатный ретро-тест. Вы можете посмотреть, насколько наши данные соответствуют данным, которые вы ожидаете. Вкратце про скоринг это было сказано. Если вас не интересовало, можете, как я сказал ранее, подходить к нашему стенду и подробно получить информацию. Вторая немаловажная услуга, которая основана на базе данных, значит, аналитики Big Data, это лидогенерация. Мы понимаем, что лидогенерация… У каждого человека в жизни в последнее время есть следы, цифровой след. То есть он жизненно заходит в какие-то сайты, отправляет какие-то сообщения или интересуется всяким кредитом. Например, на базе банков я, как потребитель, интересуюсь автомобильным кредитом, к примеру. При этом наши теги могут проследить каждого абонента, с чем он интересуется. Для нашего партнера мы предоставляем те лиды, горячие лиды, когда они могут отправлять им сообщения. То есть мы автоматом можем выявить этих лидов, при этом сами же отправлять им ту информацию, которую заинтересовывает банк. Если я захожу, интересуюсь автокредитом, то автоматически от USL придет сообщение о том, что есть какие-то скидочные или хорошие практики, возможно, получить кредиты. То есть мы это можем посмотреть. И хотел бы также рассказать, что все данные, которые есть у абонентов, это не передается банкам или другим. Мы при скоринге тоже передаем только баллы. То есть скоринговые баллы, которым можно понять, насколько можно будет доверять. И по лиде-генерации тоже так же. Мы не передаем никаких данных, при этом, исходя от желания наших партнеров, можем отправлять смс. Даже в будущем мы будем делать через IVR звонки, предлагая те услуги, которые в данный момент этого абонента интересуют. Какие триггеры? Как я ранее сказал, это если кто-то интересуется продуктами в интернете, посещает тематические лидинги, обращается к консультациям банковских продуктов, изучает какие-то продукты, аферты. То есть мы эти теги можем просмотреть и передавать уже горячие лиды нашим банкам, нашим клиентам и при этом делать рассылку. Кроме того, в данный момент немаловажно работать и с оттоками, то есть по удержанию клиентов. Эта база существует у каждого нашего клиента, партнера. Они предоставляют нам нашу базу, то есть номера, грубо говоря, абонентов, которые у них обслуживаются. Мы ставим их, триггерим, ставим нашу машинообученную систему, она все время их триггерит. И смотрит, возможно, эти клиенты того или иного банка или кредитной организации интересуются другими продуктами другого банка. Или начали пользоваться кредитными картами других банков. Или начали чаще пользоваться этими карточками. При этом мы передаем уже эти теги нашим партнерам. У них будет возможность, естественно, позвонить и узнать, или дать какие-то аферты, кешбеки или скидки для того, чтобы удержать данных клиентов. То есть этот лид тоже очень важен для удержания. Вообще, как она работает, чтобы было понятно. Как я ранее сказал, банк выдает на базу, базу своих CRM с номерами, защищенные. Мы при этом через свою платформу интеллектуальную, которая сама обучается и следит за абонентами, следим и узнаем, насколько есть какие-то риски у них. Если они, как я ранее сказал, интересуются другими услугами. При этом мы передаем обратно банкам, и они имеют возможность уже сконтактировать с своими клиентами для удержания и улучшения их сервиса. Вкратце о наших услугах, которые сегодня запустили. Естественно, как я ранее сказал, мы не останавливаемся в решениях, так как мы очень тесно работаем с нашими клиентами. И, исходя от их заявок, предоставляем новые услуги. Спасибо. 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 Спасибо.